На состоявшемся в администрации города планерном совещании со специалистами территориальных отделов под председательством заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта Михаила Владимировича Солоницына обсуждались злободневные вопросы благоустройства города, а также со специалистами МФЦ и ИВЦ разбирали жалобы жителей на отсутствие специалистов по выдаче справок в отдаленных поселках города. Пример это самбэк, выезд просто за какой-то справкой съездить в центр города и обратно, это все-таки и время, и большое расстояние, практически у нас 15-17 километров. Я так понимаю, паспортиста нет, да, на поселке? Это было желание управляющих компаний перевезти паспортист в город, это один момент. Другой момент, что мы работаем сейчас в МФЦ и будем справки передавать по межведомственному запросу, то есть гражданин уже и ходить не будет за ним. По частным домовладениям мы справочки и так выдаем сами, то что касается многоквартирных жилых домов, где справочки выдают специалисты ИВЦ, то они будут запрашиваться в рамках дела, то есть заявитель принес другие документы, не справочку, то ли на самбеку специалисту МФЦ, то ли в центр, то ли какие-то другие удаленные, а справочка из ИВЦ запрашивается уже центральным офисом, контроля аналитических секторов, порядки межведомственного взаимодействия. Прикладывается к делу заявителя и направляется в органное исполнение. Немаловажным вопросом, который озвучивается на каждом планированном совещании, был вопрос устранения порывов водопроводных сетей и благоустройства территорий после такого ремонта. В периоды перепада температуры количество порывов увеличивается, некоторые из них не могут устранить в течение многих лет. Красного Ардейска, 48, не устранили, 63, сами люди поменяли трубу, опять Белинского, 15, не устранили, Белинского, 39, сделали, Шляховая, 22, два года не сделали. Комсомольская, 83, 85, это тот участок, за который мы говорим последние пять лет. Я уже разговаривала с председателем, они согласны скинуться на трубу. Это все, что за трассой. У них снова там потоп. Все озвученные проблемы были занесены в протокол с указанием сроков и ответственных за их исполнение.